На доске защита каракан против международного мастера. Мы ее разыгрываем. Д.Е. Международный мастер из Косова. И конь F6. Вот такой вариант, нестандартный. Не хочу играть сухое слон F5, которое уже давно всем известно. Сыграю что-то более интересное, более живое. С одной стороны я сознательно хочу сдвоить пешки. И конечно же это будет слабостью. Но с другой стороны откроется линия G. Невозможна какая-то динамика по этой линии. Соперник решил сыграть конь G3. Не идет на принципиальную позицию. И давайте H5 здесь. В агрессивном стиле. Пытаюсь сразу привязаться к коню H4. Конь H на F1 идет. Вот это интересно. Ну допустим слон G4 здесь. Почему слон G4, а не слон F5? Так называемый исчезающий ход. Хочу вызвать F3. И только потом отойти слон F5. Очень частый прием в шахматах. После чего уже конь G1 не вышел бы в игру. Но соперник этот прием тоже знает. Поэтому FD3 вполне логично. Так, C3. Ну возможно слон D6 здесь уже выхожу. Мне кажется здесь развитие достаточно неплохое получается. Все-таки эти два коня абсолютно не в игре. Хотя потихонечку они в нее входят. И играю слон H5. Отдаю на H4, так как последует слон G6. Так играть не рекомендуется. Слон G6. Так, теперь ферзь на C7 выходит. Ну и хочу наверное длинную рокировку здесь сделать. Потому что в короткую рокироваться, конечно, с такой пешкой H4. Это самоубийство просто. И в длинную сторону ухожу. Король на B8 дальше. Владю скорее всего на E8. Может быть где-то прорыв в центре. E5 или C5. То есть основные планы защиты каракан. Конечно, это пешечные подрывы. Крепкого центра соперника. Конь C4. Вполне логичное решение. Тоже хочет моего хорошего слона выбить. Соперник. Ну давайте слон F5 здесь. Я в свою очередь хочу пристать к коню H3. Возможно испортить пешечную структуру. Так, слон F4. Ну кроме ферзь Е7 хода нет. Никакого другого. И теперь наверное уже конь на D5. выходит. Размен на D5 мне, конечно же, выгоден. Соперник этого не делает. Уходит слоном. Осторожно достаточно играет. Ну пока что маневрирую конями. конь на D5 неплохо обосновался, кстати. Зачем-то он его убрал оттуда. Скорее всего на E5 хочет перевести. Ну вот здесь H3. Такую запасную проходную делаю. На G3 эта пешка уже потом. Веджбель может о себе напомнить. И пока что слон Е4. То есть еще и пользуюсь связкой. Посмотрим. Вспомним мы про эту пешку H3 еще или нет в этой партии. Хочется как-то нагрузить на короля. Но как это сделать, пока что не совсем понятно. Конь на E5 все-таки приходит, скорее всего. Ну допустим, ладья H5. Может быть удастся все-таки создать какую-то фигурную игру на белого короля. F3. Кстати, на слон F5 G4 уже неприятно. Ну допустим, слон H7. Так, все равно G4. На ладья H4 слон G5. Ну ладно. Пожертвуем качеству здесь. Слон G8. Конечно, наиграл, откровенно говоря. Но борьба, думаю, еще какая-то будет. G5. Хочу коня на F4 перевести. Зацепился за такое важное поле. Соперник его прикрывает. Хорошо играет профилактически. Но тем не менее, я хочу залезть на F4 все равно. Переключил второго коня также. Ну, думаю, что какая-то компенсация у меня здесь может быть. Может быть, потенциальная атака на короля даже после разминов ферзей. Слон на D3 может выйти при случае. Не меняю здесь слонов. Хочу побольше фигур оставить, чтобы ему было тяжелее разобраться в цепноте. Ну, и, наверное, флаг у меня все-таки срубит здесь. Хотя позиция уже носит ничейный характер, скорее всего. Ну, и вообще, я, кстати, тут пешку еще могу в ферзи провести неожиданно. И поесть все его хозяйство здесь. Вопрос только в том, успели здесь поставить мат. Да, успел поставить мат. Буквально, смотрите, 0-0-1 оставалось. То есть, конечно, мышкой я щелкал быстрее, чем он. Ну, а по позиции объективно наиграл. Получил позицию просто без качества. Но в последующем как-то сумел подкрутить. Все-таки действительно пешка H3 сказалась. Какую-то она компенсацию все-таки давала мне в этой партии. Ну, и также активность фигур. То есть, конь на F4, который постоянно держал короля в напряжении. Все эти факторы не дали ему спокойно реализовать свой перевес. Продолжение следует...